Православие, католицизм, протестантизм – темы, конечно, в высшей степени актуальны, особенно в наше время, когда происходит, я бы сказал, великое смешение не только различных религиозных верований, но и, к сожалению, даже смешение очень многих начал христианского понимания самых основополагающих его истин. Да, такое наступило время. Приходится каждый раз повторять одно и то же, что Россия со времён перестройки перестала быть тем, я бы сказал, государством, которое имело всё-таки хорошие заборы и не очень-то допускало каждому человеку попасть сюда, так же, правда, как и выйти отсюда. С одной стороны, многие очень жаловались, что железный занавес, но я вот скажу вам, мнение человека, о котором вы все уже теперь слышали и знаете, книги, которые вы имеете, Игумна Никона Воробьёва, который неоднократно говорил мне, какое великое благо, что мы не соприкасаемся с Западом. Какое-то великое благо. Если только откроют у нас границу, наш народ очень легковерный, с одной стороны, другой – очень любопытный. С третьей стороны, он увлекается всякой-всячиной, лишь бы это было откуда-нибудь, и какая-то была новинка. И к нам хлынет столько всякой гадости, что я не знаю, что будет с нашей бедной Россией. Не только там католицизм, протестантизм, а всевозможные секты. Да и что там секты? Это речь идёт о религиозной стороне. А сколько вне всякой религии? Сколько вещей, которые можно назвать, так сказать, морального порядка, хотя на самом деле там именно и вся суть-то в том, что там никакого морального порядка. Вот в чём дело. Ещё раз вам говорю, это вот лично мне он говорил многожды. Не дай Бог, если вдруг этот железный занавес, да, у нас рухнет. Он рухнул. Почему? Как? Не будем рассуждать, тем более, что мы не политики. И всех причин мы, конечно, никогда не только не сможем назвать, но и узнать. Причин, видимо, очень много. Главное, мы знаем, что это произошло. Главное, действительно, открылось теперь полностью границу. Нет не только никакого рубежа, нет даже порога никакого для идейного воздействия всех ветров, идущих с Запада на Россию. Об этом приходится почему говорить, поскольку вот обозначена такая тема, и действительно, и католицизм, и протестантизм во всех своих, если хотите, формах и идеях сейчас присутствует и в границах нашей страны. Я сказал, страны, верно, географически – да. Но география – это ничто по сравнению с той духовной областью, в которой находится тот или иной народ. И вот здесь другого порядка мы видим вещи. Именно, что теперь эти идеи, и не только идеи, идеи, знаете, это уже кристаллы, кристаллы в растворе, а уже сам раствор, сама атмосфера жизни нашего народа, я бы сказал, она глубоко заражается тем духом, который мы называем западным духом. Некоторые недовольны. Я даже получил одно письмо, такое довольно ругательное письмо, как я отношусь к Западу и почему со словом «запад» у меня ассоциируются всякие негативные вещи. Но я вам скажу так, это не моё даже личное впечатление, а это мнение, я бы сказал, очень авторитетных людей. Если мы обратимся вот к нашей небольшой даже истории, ну, посмотрите, что даже с Петра I, что началось, как писал, например, Иван Аксаков, вся Русь, вся жизнь её доселе, тобою презрена была, и на твоём великом деле печать проклятия легла. Посмотрите, как страдали. Весь XVIII век мы находились под прессом. Он разрушил культуру нашу народную. Ведь понимаете, в чём дело-то? Это не Метчина, не в смысле немцы только, а иностранцы, да. Она же буквально начала разъедать нашу культуру. Поэтому и сама революция 1905-го и затем 1917-го года, она явилась совершенно закономерным следствием тех процессов, источник которых где был? Да, на Западе. Посмотрите, что писал Пушкин об этом, Александр Сергеевич, как он писал этот комфорт, за который продаётся, говорит, он и совесть, и всё на свете. Что писал Брянчанина? Он говорит, Россию Запад ненавидит, завидует ей и всегда старается сделать ей зло, как только это появляется возможность. Что об этом писал Достоевский, Фёдор Михайлович, который прямо говорил, да там уже никакой веры нет на Западе! Нет никакой! Только признаться себе, в этом они не хотят! Это же кладбище уже! Ведь он писал, а ты не сидел здесь, в Москве или в Питере? Он там постоянно был! А посмотрите, что писал Иван Васильевич Киреевский, что говорил Хомяков, я называю, какие фигуры-то! Что писал Константин Леонтьев, который призывал, страстно призывал подморозить Россию, подморозить, чтобы не дать это проникновению! Уж не говорю, что говорил Ян Кронштадтский, писал, хоптинские старцы! Это что такое? Это авторитетные люди или нет? Или это какие-то субъективные точки зрения? Я называю не кого-нибудь, а называю святых людей и действительно великих по человеческой, даже самой стороне! Да, увы, как это не прискорбно, но действительно соприкосновение с Западом для России – это всё равно, что прикосновение к раскалённому железу! Именно это, к сожалению, происходит! По какой же причине? Что случилось с Западом? Почему? Неужели всегда он таким был? Неважно! Не будем сейчас вдаваться в историю, где и когда это всегда или не всегда! Но если мы обратимся, опять-таки, к аналитическим изысканиям, я бы сказал, наших действительных знатоков и истории, и понимания западной культуры, и западной религии, то они все единогласно просто приходят к одному и тому же выводу. Я бы особенно обратил внимание, если кто-то интересуется, и в связи вот с нашей нашей темой обратил бы особенное внимание посмотреть на второй том сочинений Алексея Степановича Хомякова. Второй том там содержит его, если хотите, в основном богословские его сочинения, но не просто богословские, не вот эти наши скучные учебники, которые возьмёте, почитайте полчаса и потом забросите, и скажете, читать не хочу, мертвичину! Нет! Там живые, там переписка его! Живая переписка! Причём с западными, именно теми же богословами, переписка, в которых он великолепно, это умнейший же человек был, настолько точно прям показывает те изъяны, то отступление от христианства, которое имеет место на Западе. Это его письма о западных исповеданиях. Я вам скажу, все, кто интересуется, хотят, вот, узнать, это современнейшие, представляете, письма! Просто один к одному! Конечно, сейчас бы он добавил, да, огромнейшее количество фактов, которые подтверждают эти его идеи, потому что фактов действительно сейчас невероятное количество, но он великолепно показал суть, что же произошло там, почему, почему культура приобрела такое направление, что произошло с христианством. Ведь Римская церковь, кажется, была первой среди равных, но, правда, это такая первая была, это, ну, просто невозможно! Всю историю своего существования, вы слышите? Всю! Что она делала? Всеми правдами и неправдами пыталась доказать, что она не просто первая среди равных, она главная, она начальница, которой должны подчиняться все прочие христианские церкви. Вы знаете, в этом отношении изучение истории католицизма очень любопытно, это непрерывные попытки, непрерывные заявления, что мы церковь апостола Петра. А Пётр, не знаю, почему они считают, что все апостолы подчинялись Петру. Откуда взяли? Ну, и уважали, он был самый старший, верно! Но даже на перечислениях сначала пишут Иаков, потом Пётр. Более того, когда в Антиохии, помните, апостол Павел пишет, кто читал, те помнят, как в Антиохии Пётр стал лицемерить. Он пишет, апостол Павел стал лицемерить, лицемерить там, что с язычниками он всё вкушал, как и можно, а пришли братья от Иакова. И Пётр стал лицемерить. Вы слышите, кто был Иаков? Так апостол Павел, это был действительно человек, публично его обвинил в этом лицемерстве. Так вот, Рим всё время утверждает, он церковь Петра. Пожалуйста, если вам нравится, хотя там также и Павел пострадал, как и Пётр. Пожалуйста, но при чём здесь? Здесь быть хозяином всей церкви – это никаких не требуется доказательств. Это утверждение и безусловное. Всю историю шла эта борьба. Естественно, восточные церкви так и отвечали. Так и отвечали. Ну, слушай, ну хорошо, но ты первый, но чего ж ты требуешь приказывать, а начинаешь? Кончилось разрывом полным. Полным, потому что уже там категорически потребовали или-или. Ну, коли или, то и оставайся с тем, что ты есть. Произошёл полный раскол. Я вам скажу, что это одна из идей. Вот эта идея гордостная, идея властолюбия. Вы знаете, когда вот рассуждаешь о Риме, то невольно вспоминаешь слова преподобного Сергия Радонежского. Вы не знаете, уже организовал монастырь. Уже было там сколько-то десяток монахов, а не было священника. И он взял несколько монахов, которые он считал достойны священного сана, и поехал к епископу, приехал к нему и стал просить, чтобы в рот руку положить. Нам же нужно. В монастыре должна совершаться литургия, ну и другие богослужения. А у нас нет. А епископ говорит – ты и будешь. Он, конечно, нет всеми руками и ногами. Потом, ну, так его и руку положили во священнике, но что сказал-то преподобный Сергий? Почему он отказывался? Почему боялся? Тут его руку положили. Всё, тут уже ничего не скажешь. Но потом он сказал – желание сана есть начало и корень властолюбия, командования. Действительно, когда говоришь о Риме, это первое, что приходит в голову. Это действительно требование абсолютного подчинения. И это продолжается всю историю. Причём, как это, так сказать, осуществлялось, это, вы знаете, жестокими методами. Недавно был в Минске форум, третий форум, православно-католический форум. Там выступал наш митрополит Иларион. И он прямо там заявил, открыто заявил, что делалось, когда была Брестская уния 1596 года. С какими жестокостями насаждался католицизм в Белоруссии и в западных областях Украины. Что происходило? Что было в Чехии? Что было в Словакии? Я когда там был, мне рассказывали, что это было. Что было в Польше, как взорвали собор. Который мне рассказывали православные, говорят, мы потом так не проходили через эту площадь, прямо через храм, а обходили всё равно. Потому что дух этого собора стоит здесь. Во время советской власти начала приезжали сюда, сюда, да, для того, чтобы заключить конкордат с советской властью. Причём, открыто говорили, что русский народ хорошо подготовлен, он легковерный, он искренний, да, и сейчас самое время, чтобы обратить его в нашу, так сказать, веру. Скажем так. В этом отношении, я вам скажу, изучение истории католицизма очень интересно. Я уже не говорю о крестовых походах. Все это слышали, какие-то ужасы творились, что было сопряжено, когда с них, с этого воинства, какого, дикого, вдруг снималась всякая ответственность за то, что они будут делать во время этого похода. Снималось всё. Давалась полная индульгенция. Кстати, индульгенция – это что такое? Это освобождение от наказания за грехи. Грех – ну, главное, чтобы наказания не было за грех. Вот основная идея. Вот, понимаете, такая печальная картина. Я для чего её изображаю? Мне хочется показать, каков дух руководит там. Ибо надо понять, что основным положением человеческого бытия является закон о том, что дух первичен. Он осуществляет всю человеческую деятельность. Он творит себе формы. Если обратиться к догматической стороне католицизма, то, конечно, самым показательным является тот, ну, скажем, догмат. Ну, это, конечно, догмат и выше даже догмата, который был зафиксирован Первым Ватиканским собором в 1870 году. На самом деле, это просто только было зафиксировано. А он существовал всегда. Когда римский первосвященник говорит со своей кафедры, по-латыни это «экс-кафедра», как пастырь, учитель, как христианин, он обладает тою непогрешимостью, обращаю ваше внимание, который Божественный Спаситель благоволил наделить свою церковь. И поэтому такого рода определения сами по себе о несогласии церкви неизменны. Первое. Откуда этот догмат о непогрешимости? Где? В каких словах Христа? Апостолу? Да непогрешимостью главный, вы подумайте! Ничем-нибудь, а непогрешимостью! Собираются конклавы, это собираются кардиналы, так? Избирают папу. И вот, избрали! Он сразу же обладает непогрешимостью. И его решение, его, одного человека, не потому, что он стал великим, что он был великим святым. Нет! Потому что избрали уже его решение непогрешимое. И никакая церковь не нужна! Как видите, сами по себе его решения таковы, а не согласие церкви! Вы смотрите, это какой ужас! Вы только подумайте! Он именуется наместником Христа на земле! Вот эта идея, она пронизала всю массу католиков, я бы сказал. Он смотрит как Бог! Это как божество некое! Для того, чтобы проиллюстрировать вам, как рассматривается этот дом, приведу хотя бы две цитаты. Один из них был очень известный богослов 16 века, кардинал Балармин, это один из крупнейших богослов своего времени. Он даёт разъяснение, хотя этот догмат зафиксирован был в 1870 году, на самом деле, ещё раз и говорю, это письменно зафиксировано, на самом деле, он всю историю такого, ну, всю историю в расколе такого было. Так он вот пишет, «Если бы даже Папа впал в заблуждение, предписывая пороки и запрещая добродетели, церковь, если она не желает погрешить против совести, обязана была бы верить, что пороки добро, а добродетели зло». Она обязана считать за добро то, что он приказывает, за зло то, что он запрещает. Вы слышите, до какого состояния можно дойти? Вы только подумайте! Одно лицо! До него одна из великих святых, которые... Самый великий святый у них называется «Учитель церкви» Катарина Сиенская прямо писала «Даже если бы Папа был дьяволом во плоти, я не должна возносить главу против него». Вы слышите, с чем мы имеем дело? Я представляю себе, что будет, если Папа к нам приедет, все средства массовой информации, Боже мой, буря будет! И многие из людей, которые даже не понимают, что это такое, ах, 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 ну, еще бы приехал Бог, а не человек! Эта область чисто вероучительная. Здесь еще целый ряд всяких вещей, которые я не хочу даже и говорить, поскольку это область уже богословия, и для вас просто это малоинтересно. Да и надо объяснять это, это долгая история. я хочу обратить внимание на другую сторону, на сторону, я бы сказал, нравственную и духовную сторону. Вот эта вещь в высшей степени, я бы сказал, серьезная. Речь идет о чем? Вот мы все же себя так вот чувствуем и, кажется, так и и понимаем даже, что если, когда мы что-то, ну, сделаем доброе, хорошее, то мы же ждем от Бога уже каких-то милостей. Но если сделаем что-то худое, мы стараемся, да, или подумать, что он не замечает, или, по крайней мере, ну, будет, ждем наказания. Самая суть западной психологии, католической психологии, самая суть, еще раз повторяю, отношений между человеком и Богом какая? Ту, которую хорошо определяют все, как юридическое, юридическое, что такое юридическое? Суд! Это судебное. Высшая категория какая? Справедливость. И вот судебное именно отношение между человеком и Богом. Грех – это что такое? Это есть не что иное, как обиды, наносимые Богу. Это обида Богу. И, естественно, на обиду Бог ответит соответствующим образом. С Ним шутить-то, конечно, не очень-то приятно, но Бог же милостив. Ну, ничего! что придумали? Оказывается, если грех – это обида Богу, это оскорбление Богу, то отсюда что требуется? Когда мы оскорбляем друг друга, то мы в конце концов что? Не просто просим прощения, но ещё и подарочки несем. Так вот, удовлетворение правосудию Божию, вы слышите, это же положение, законоположение этой веры, удовлетворение правосудию Божию требуется за грехи. Поэтому, кстати, там священники допытываются у человека, который приходит и кается во всех мелочах. А ты сделала как? А ты сделала почему? А что при этом было? Почему допытываются? Ну, для того, чтобы знать, знать, какую возложить эпидемию, какую он должен принести удовлетворение. Например, сколько раз оползти вокруг храма на коленях, например. Представляете? Да. Или какую сумму внести в соответствующий монастырь. Или сколько нам сделать поклонов, пользуясь случаем, чтобы сказать. Вот это вот, это крайне отвратительная вещь, когда священник начинает копаться, доходя, как вот сейчас вот мне вот, знаете, перед вами это вот, рассказывали, это просто я верить не хотел даже, когда копаются в постельных делах, то, что категорически запрещается нашими святыми людьми, что, когда назвал грек всё, начинает копаться. А как? А что? А почему? От чего? То есть, какой-то, знаете ли, превращается неизвестно во что. Неизвестно во что превращается. Что, он заинтересован сам, что ли? Он этому не скажет. Гадостью настоящей такой исповедью можно развратить человека. Одна мне прямо рассказывала, но она долго была во Франции, так сказать, более свободное поведение, но попала она к одному, не буду говорить кому, известному человеку, и он её поисповедовал. Она вышла и потом мне рассказывала. Слава Богу, что я не молодая девушка. Я бы вышла после такой исповеди совершенно развращённой. Слышите? До каких гадостей можно дойти! Я вам сказал о католичестве? Я вам сказал о православии, как легко это за разом может переходить! И всё это под флагом очищения души! Ну, как саентология настоящая! Так вот, удовлетворение и правосудие Божие, само понятие о грехе, какой искажённый! Оказывается, грехом оскорбляет Бога человек! А что говорят наши святые отцы? Они употребляют это слово, но в смысл какой? Грех – это рана, которую человек себе наносит! Бог только предупреждает человека не делай так! Как постоянно приходится повторять – не ходи по гвоздям! Человек, не ходи по гвоздям! Не лицемерь! Не лги! Не притворяйся! Это гвозди, которые ты вонзаешь в своё тело! И задача какая твоя? Да! Господи, помоги! Господи, прости! Господи, исцели! То есть покаяние! Вы слышите? Грех в чём состоит? В том, что мы раним себя! Господь говорит, живите! Будьте вы здравы и цельны! Вот вам заповеди! Не творите себе такого зла! Так вот в чём состоит грех! А мы вопреки этой его просьбе Божией так духа раним и избиваем сами себя! Вот что такое грех! Ни о каком удовлетворении правосудию Божию и речи нет в православии! Речит о другом! Господи, ты врач! Ты исцели мою душу от греха! Ты прости! Помоги мне! Слышите, о чём делал-то? Это врач! Никакого юридизма нет в православии! В православии только нравственное понимание греха и спасения! Грех – рана! Бог – врач! Господи, помилуй! Исцели! А вовсе не то судья так! А теперь судья ещё раз судит! Как тебя нужно наказать? Чтобы не наказал, быстрее нужно удовлетворение принести! Какое? Да вплоть до того, что заплатить! Индульгенцию купить можно! Даже так! И даются интеллигенции! Иоанн Павел II, это которого теперь канонизировали, это самый, наверное, ужасный был, но теперь Франциск, наверное, его переплюнет, да, папа, да, он вёл, вёл опять эти индульгенции! Очень здорово! Всё решается, вы слышите? Я тебе, ты мне, торг! Вы слышите? Это страшное извращение нравственных начал человеческого отношения к Богу! Оказывается, грех – грех! Грех как рассматривается, как нарушение закона, который издал Бог! Да Бог любовь есть! Он только говорит, человек, не делай этого, прошу тебя! Ты пострадаешь! Почему не делай? Ты будешь страдать! Ты себе зло приносишь, слышите? Не судья, а врач, который умоляет человека и говорит, вот вам надо, как? Пожалуйста, не ешьте вот этого при вашей болезни! Не пейте этого при вашем заболевании! Врач! Вот вам два совершенно несводимых друг другу взгляда на духовную жизнь человека! Если там – это суд, суд и только суд! Здесь – это нравственное учение об исцелении, не об оправдании, а об исцелении! Вся западная психология, сотериология, я скажу так, – это учение о спасении, – вся построена на чём? На идее оправдания! Главное – оправдать! Оправдать от греха! Православие что поставлено? Главное – исцелить человека! Не оправдать, а исцелить! Что проку вы меня оправдаете, если у меня нога сломана? Ну, не виноват, ну, хорошо, а ходить-то мне как? Исцеление нужно! Так вот, вот эта идея, отсюда идея заслуг человеческих! Вы только подумайте! Я что-то такое делаю, я помогаю людям, помогаю нищим, читаю молитвы, поклоны, я приобретаю, оказывается, заслуги перед Богом! Вы подумайте! Оказывается, Богу нужны мои молитвы, Богу нужны мои поклоны, Богу нужны мои свечки, ай-яй-яй, бедный Бог! Как Он во всём нуждается! Какая беда! Как будто это всё Ему нужно! Православие говорит совершенно иначе! И этим самым, этими своими молитвами, если какие, поклоны и так далее, благодеяния какие-то – нет! Что мы этим делаем? Если мы это делаем ради исполнения заповеди Божией, то все эти дела оказываются чем? Проявлением, хотя бы минимальным проявлением того главного, что требуется от человека – любви! Проявлением любви, исполнением заповеди! Она, если это действительно любовь искренняя и правильная, она исцеляет мою душу! Вот, оказывается, почему это делать! А не в том смысле – я тебе, Господи, ты теперь давай мне! До чего это дошло? Дело на католицизме! Что если человек отрекается от всего, так сказать, принимает монашество, то вы знаете, что это такое? О, вы даже не представляете! Это уже, это акт сверхдолжных заслуг человека перед Богом! Бедные святые, Макарий какой-нибудь великий, который называли земным Богом, говорил, Боже, очисти имя грешного! Яко никогда же сотворив благое пред тобою, он никогда благого не делал! Вот здесь уже сверхдолжные заслуги! Вы чувствуете, какая психология вырабатывается у человека? Вы слышите? Я делаю добро, я уже понимаю, кто я! У меня уже заслуги! Мой носик поднимается! А если я облекаюсь в монашескую мантию, мой носик уже прилипает к потолку! То есть, вы знаете, самые вот эти вещи, вещи, самые, я бы сказал, какие-то тщеславные, эгоистические, они вдруг превращаются в добродетели, рассматриваются как добро! Беда! Это же беда настоящая! Если человек делает добро не ради исполнения заповедей, не ради понуждения себя к этому, а ради заслуг, тогда это во что превращается? Мы знаем! Мы знаем из Евангелия, что происходит с человеком, который видит свои заслуги. Помните притчу о мытаре и фарисее? Как фарисей хвастался! Каков он! Как он молится! Как он даёт десятину! Как он постится! Всё прочее! Слышите, кто он? То есть, самое страшное, что отделяет человека от Бога, это вот это самомнение, это возводится на пьедестал почёта, мы видим, в католической церкви. Недаром Юрий Самарин, Юрий Фёдоров Самарин, один из поздних словнофилов, так и говорил, так и говорил, что католицизм – это иудаизм в христианстве. Очень точно сказал. Все эти гневные слова Христа против вот этого законничества, вот этого фарисейства, которое мы находим в Евангелии, они как раз прямо относятся к тому, к той характеристике, которой можно дать католической церкви. К чему это придёт в конечном счёте? К чему это приводит? К печальным явлениям. Как было бы здорово нам теперь прочитать бы ещё раз из братьев Карамазовых повесть о Великом Инквизиторе? Фёдор Михайлович Достоевский как точно выразил психологию, какое властолюбие, какое желание покорить людей, какая игра на этом, что может покорить их? Просто великолепно! Это же, конечно, ну просто несравнимый психолог. И он замечательно показал эту психологию. Заканчивается... Чем заканчивается эта повесть? Там Христос, кстати, не произносит ни одного слова. О! Талант написать! Что говорит Инквизитор ему, Христу? Так знай же, что мы с Ним, а не с тобой! С Ним, понятно, с кем? С Антихристом! Который мечтает об этой власти, который хочет поработить всё человечество. И, конечно, поработит! Это произойдёт! Но произойдёт не в силу его какой-то гениальности, его талантов, а в силу того, что люди, в конечном счёте, потеряют суть своего духа, своей религиозной жизни, потеряют то главное, за что борется православие. Каковы основные принципы православия? Что это такое? Вот если бы сейчас, например, представьте себе, вдруг объявили бы, официально, вот найдено стопроцентно эффективное средство излечения от рака. Представляете, что было бы? И не только излечения от рака, но и предупреждения даже от него. Можете себе представить, что будет? Можно, конечно! Все болеющие всё отдадут, лишь бы излечиться. Все не болеющие на всякий случай, как у нас соборуется на всякий случай. Вот что говорит православие. Оно как раз всё нацелено, эта религия наша православная, вся нацелена на что? На то, чтобы показать и дать человеку средство исцеления. Скажите, от чего? Я здоров, что мне исцелять? Я не хуже других, голубчик. Сними очки розовые с себя. Не тронь нас никого! Не тронь! Не задень наше самолюбие! С какой стороны не прикоснись к нам, к телу, к душе, сразу фейерверк страстей! Одно тщеславие, что делает? Зависть, что с ума сводит людей! Гордыня Господь убивает! А уж лицемерие, лукавство, и говорить нечего! Телесные страсти – это мы-то здоровые! Просто смешно! Это, кажется, анекдот, это хороший анекдот! Сказать – мы здоровы! Ха-ха-ха-ха-ха! Только это и можно сказать! Здоров, но меня не тронь! Почему не тронь? Потому что я весь в нарывах! С какой стороны не прикоснётесь ко мне, я весь подскочу! Весь нарывах! Так вот, православие... Суть православия в чём? В том, что она предлагает эффективные средства излечения от этих нарывов! Не заглаживания их, а именно излечения этих болезней! Каковы основные принципы? Если хотите, и суть, суть, если хотите, духовной жизни православия в чём заключается? Именно в том, в том, чтобы человек прежде всего, хотя немножко, посмотрел на себя, призывает – посмотри на себя и увидишь, что тебя не тронь ни с какой стороны, посмотри, насколько болен! И эта вещь очень непростая! Вот когда, если бы тело было всё в нарывах, наверное, мы бы... Ой, как мы бы искали средств, потому что мало ли кто прикоснётся! Я весь подпрыгну до потолка! Да, а здесь, когда душа полна этим, мы же непрерывно от этого страдаем! Непрерывно задеваем друг друга! А что в мыслях наших творится? А что в мечтаниях наших происходит? Не только глупости, не только фантазии, а ещё какие, по чему, дьявольские буквально вещи-то происходят! Православие утверждает, что это, оно называет это страсти, которые и являются нашими мучителями! Они же нас мучают! И от них мы никуда не сбежим! Никуда! Они с нами! Поэтому, человек, обрати внимание на это! Есть же средство исцеления от этих болезней! Займись, пока не поздно! Почему пока не поздно? Потому что христианство прямо говорит, что умирает только тело, но не душа! Все страсти коренятся в душе, даже телесные страсти, а не в теле! Если здесь, пока мы живём, пока ещё мы в теле, эти страсти действуют, ну, я бы не знаю, на сколько там процентов, но не сильно, сравнительно не сильно, мы и засыпаем, и отвлекаемся, и так далее, то с освобождением от тела страсти полностью имеют возможность обнаружить себя во всей силе, и как справедливо пишет игумен Никон Воробьёв, да, страсти в тысячу раз больше начинают мучить человеческую душу! Если мы верим в это, если мы верим, если верующие, душа не умирает, страсти все так, и что же? Нас это беспокоит или нет? Православие, говорит, пока не поздно, нужно сделать здесь. Вовсе не хочу вам сказать, чтобы мы освободились от страстей. Об этом говорить даже бесполезно. Где там освободиться? Нет! Она говорит, дать направление жизни верное. Верное направление жизни, ещё раз повторяю, какое это верное направление? Первым в рай вошёл правый разбойник, то есть бандит. Почему он вошёл? Какие он дела сделал? Что доброго? Ничего не известно. Да и ясно, что ничего не сделал, потому что сам сказал, что достойные по делам мы получили своим. Вот оно оказывается! Оказывается, что требуется от человека? Первое – наконец, посмотреть на себя и признать, признать, что я действительно весь, весь поражён вот этими страстями и страстишками. Ой, как это трудно! Моя соседка – это да. О, вот её, о, ну что вы, змея ядовитая! А я – ну что вы! А я очень хорош! Вы понимаете, какие вещи-то? Первое и главное – это действительно увидеть, что, оказывается, меня не тонь, а то пойдёт вонь! Вот что главное! Если бы только мы увидели, увидели по существу действительно, что насколько мы больны, то, наверное, бы мы всё-таки обратились к Богу с искренней молитвой – Господи, помоги! Господи, помилуй! Вот какое направление жизни необходимо нам! Ещё раз повторяю! Говорить о том, что мы достигнем освобождения от страстей, ну, это просто наивно! Это мы-то от страстей! Смех один! Это действительно анекдот! Какое освобождение! Дай Бог нам увидеть, какие гадости в нас живут! смириться перед Богом и искренне каяться во всех тех проступках, которые мы совершаем! Представляете? Проще даже не придумаешь! Вы слышите, какая оказывается религия? Вера в то, что Бог есть любовь, что Он есть врач, любвеобильный и премудрый врач! Ну, надо к нему просто обращаться! Но обращаться искренне! А то, знаете, как и в больнице тоже вас тут говорят – нет, у меня-то ничего не болит! Ну, чего ж ты врёшь-то? Как же тебя лечить-то после этого, возможно? Врач же нельзя! Тебе врачи скажут, соответственно, что ты потом ещё больше взвоишь! Оказывается, вот что требуется и перед Богом! Именно искренность перед Богом! Именно искренность своей души! Прямо! Господи, прости меня! Вот такое! И назвать своими именами те вещи, которые мы совершаем или делами, или словами, или мыслями внутри себя и желаниями! Как это важно бы делать ежедневно хотя бы вечером! Православие совсем такая религия, оказывается, какая хорошая! Вы подумайте! Не надо удовлетворять никакому правосудию Божию! Бог не судья, а врач! Ничего этого не требуется! Требуется только понуждение себя к чему? Первое – к вниманию, к тому, что происходит со мной! Требуется покаяние! Покаяние – понуть себя, человек! Покайся перед Богом! А когда придёт время, сочтёшь, то самым важным – и перед священником! Потому что не случайно в церкви установлено таинство покаяния! Это великое благо, которое получает человек в таинстве исповеди! Самое главное! Ибо исповедь – это не философские беседы, а именно только покаяние! Конечно, многих интересует, каково сейчас состояние отношений между православием и католицизмом. Отношения, скажу вам, ну, как бы так охарактеризовать? Странные! Отношения очень странные! Странные почему? Ну, вот сначала я вам зачитаю то, что было издано католической церковью в качестве официального документа от вероучительной конгрегации, основной этой вероучительной конгрегации, что было сказано в отношении оценки, чем является католическая церковь и некатолические христианские церкви. Эта бумага, которая была разослана, разослана была всем всем епископским церквам католической церкви, это был официальный документ, согласованный с Папой, то есть подписанный им от его имени, и он, я вам скажу, очень, очень показательный. Я вам зачитаю его. В нём, в частности, было католическая церковь, мать других христианских церквей, не иерусалимская, оказывается, мать-то, вы слышите, оказывается, в Риме был Христос-то распят, а я и не знал этого, учился, учился, и только теперь узнал. Она, оказывается, мать христианских церквей. Ой, как интересно! Вот открытия какие! Так можно получить. Итак, мать других христианских церквей и не может рассматриваться, как сестра других церквей. Выражение церкви-сёстры неприменимо к взаимоотношениям между католиками, православными и протестантами. Мы никакая не сестра! Ну, это, слава Богу, правда! Можно лишь говорить о католической церкви, как таковой, и некоторых доктринах на Востоке. Мы только доктрины! Мы не церковь! Мы не церковь! Понятно? Понятно! Всё! Точки над «и» поставлены! Реакция православного церквей изумительная! Изо всей силы в диалоге лезем в диалог с этой церковью, которая нас не признаёт за церковь! Кстати, этот документ был подготовлен Ратцингером, кардиналом, который стал Папой Бенедиктом XVI. Это был такой настоящий католик, настоящий католик, никакой нибудь, не либерал, ничего, настоящий. Но за это его убрали, в конце концов. Сейчас он, видимо, не подходит совершенно. Сейчас осуществляется диалог. Причём лидером в этом диалоге со стороны православных является Константинопольская церковь, патриарх Варфоломея. Это непрерывные контакты. Папа Франциск, уже как и до этого, Папа Франциск уже был в Константинополе, присутствовал за богослужением, не просто присутствовал, а богослужение, в время которого его упоминали первым, а уже потом Константинопольского патриарха. То есть это просто, можно сказать, ну почти каноническое признание. Римской церкви и многие другие шаги. Но хочу сказать, что так просто это всё не проходит. Против этой позиции патриарха Варфоломея решительно, так сказать, выступили афониты, афонские монахи, выступили части епископата Константинопольской церкви, в частности Кипрской церкви, пресс-витеров. Была, даже настоящая петиция была, так сказать, ну что ли, подана, подана ему с тем, с протестом против его позиции. Но там это ничего не принимается, и более того, заявляется, сейчас, по крайней мере, заявляется, что в это, что при Папе Франциске, прочее, я вам скажу, один из самых таких значимых архиереев Константинопольской церкви, прямо заявил, что Папа Франциск привнёс новое дыхание в экуменический диалог с православным миром. Новое дыхание. Это в то время, как духовенство Греции и Кипра обнародовало петицию с критикой взглядов патриарха Константинопольского Вархоломея. В общем, эти контакты продолжаются, но контакты – это, пожалуйста, контактируем мы с кем угодно, но дело-то вот в чём, что это же не просто контакты, а контакты, которые нацелены на осуществление единства. Как это понимают единство? Это просто фантастика. После таких заявлений, которые сделаны, что, оказывается, мы – не церковь, то есть православные церкви, не церкви, а только доктрины на Востоке. Понимаешь, что это доктрина? Какие-то системы мысли и больше ничего. может быть, ещё стоит упомянуть о том, что, начиная с 1986 года, как уже, по-видимому, вы уже знаете, по инициативе Иоанна Павла II в Ассизе, сначала в Ассизе, потом в других городах начали проводиться форумы, все религиозные форумы, на которые созывались представители большинства религий мира. Ну, по крайней мере, шаманы там африканские были и представители прочих религий были. Обычно на них присутствует и очень часто Папа, сам Папа Римский, Патриарх Константинопольский в Арфоломее, митрополиты православных других церквей, в частности, и нашей тоже. Да. Это форум, который начался в Ассизе и который затем идёт по различным городам мира. В частности, проходит он и в известном месте, португальском Фатиме. Там построен центр для всех религий мира, единый центр. Уже в 2011 году было совершено там совместная молитва представителей всех религий. То есть, движение идёт вперёд куда? Это уже не просто католицизм. Здесь мы сталкиваемся уже с идеей куда более серьёзного порядка. это попытка объединения вообще всех религий на той почве, что будто бы все поклоняются одному и тому же Богу. Вот эта вот разлагающая идея, она внедряется со всей силой сейчас. Она внедряется на Западе. И, в общем-то, очень многие люди, ничего не понимающие, лиси-то принимают и это глотают. Да ничего подобного! Ничего подобного! Во всех религиях кланяются своему Богу! Бог-то, да, один, но в каждой религии своё представление о Боге. И вот это представление о Боге и является Богом данной религии. А какое это может быть представление? Мы же сами прекрасно понимаем. Можно исказить до противоположности. Недаром апостол Павел писал «Какое общение Христа с Велиаром!» Слышите? Почему? Потому что поклонялись и Велиару, то есть дьяволу. И тоже называют, и сейчас есть сатанисты, тоже называют его Богом. Он же пишет, апостол Павел, «Не хочу, чтобы вы поклонялись бесам!» А они были уверены, что поклоняются Богам, Богу, то есть. Хочу сказать, вот эта идея – это очень страшная идея, что будто бы во всех религиях поклоняется одному и тому же Богу, хотя и по-разному. А если это так, то значит, все религии в своей сути одинаковые, в сути, в самой основе. Это одна значит религия, все религии – это одна религия, а все религии – это просто модификации, это некие только выражения одной религии, а да здравствует что? Одна религия! И вот сейчас это идёт пропаганда одной религии с очень большой силой и к великому сожалению. Видите, её инициатором уже в области, я бы сказал, что ли, христианства оказался Иоанн Павел II, первый, который организовал этот межрелигиозный форум молитв о мире, главный молитв о мире. Как это здорово фиговым листочком прикрыть! Причём тут мир, когда совместные молитвы со всеми. я несколько сказал о католицизме, но, нужно сказать, о протестантизме. Первое, что хочется сказать. Протестантизм – это не антипод католицизма, как это многие думают. Совсем нет. Это законно рождённое чадо католицизма. Протестантизм. Да, когда он возник, то там, конечно, возмущался Рим и людера там проклинал. Его требовали, вызывали в Рим, но он, конечно, не поехал, его посожгли бы там со всеми потрохами, это естественно. Да, ничего подобного. Протестантизм довёл только до последней точки то, что Рим, Рим, в общем-то, ну, о чём Рим просто учил. В чём суть, основная суть вот того, что сделал, сделал Лютер? Он заявил, что мы должны следовать только и веровать Священному Писанию. Никаких прочих там авторитетов не существует. Священное Писание – это единый столб, за которым мы можем держаться, столб спасения. Прекрасно? Ну, конечно! Да? Вы знаете, что из этого произошло? Ведь даже иногда в самых незначительных местах Евангелия и мы начинаем как понимать это? Вы так, а я эдак, а он ещё иначе. Протестантизм, решительно отбросив то, что мы именуем священным преданием Церкви рассыпался, как горох. Это спасение, эта вера в только Писание, это оказалось просто очень такой увлекательной приманкой. Но на самом деле она же ведёт к полному, полному, так сказать, разрыву, полному распаду тела христианства. Второе положение которое было заявлено со всей силой мы спасаемся только верою. Это очень интересное заявление. Сам Лютер, для того, чтобы вы, чтобы вам, я процитирую, чтобы это было более, так сказать, ну, понятно. Вот что писал Лютер. Грехи верующего настоящее, будущее, а также прошлые прощаются, потому что покрываются или сокрываются от Бога совершенной праведностью Христа и поэтому не используются против грешника. Бог не хочет вменять, записывать наши грехи на наш счёт. Замечательно вообще! А вместо этого рассматривает, как нашу собственную праведность, праведность другого, которого мы верим, то есть Христа. Видите, как всё просто. Оказывается, если человек верит, его грехи не только прошлые и настоящие, даже будущее, это вы слушаете, ура! Ещё ни одна религия такого никогда не знала, чтобы даже будущее! Почему? А потому что я только верю, что Христос пришёл, что Он Спаситель, всё! Вы подумайте, что сделано! При этом его психология очень хорошо выражается в психологии Лютера в следующей его фразе, на которую прошу обратить внимание! «Я не возношусь и не считаю себя лучше докторов и соборов, но я ставлю моего Христа выше всякой догмы и собора!» Я! Понятно? Источник замечательный! Я! Я ставлю моё личное мнение почему об этом приходится говорить. Я, по-моему, и говорил, и очень часто это повторяю, потому что для нашего времени это особенно важно. Одна из важнейших характеристик православия, в чём заключается, в том, что для нас, для православия истинно является только то, что действительно обозначено, объявлено, что написано бесспорными святыми отцами. Приходится добавлять уже слово бесспорными, но эта тема немножко другая. То есть, скажу так, ну, древними святыми отцами. Ну, святыми отцами первого тысячелетия достаточно, ну, кажется, достаточно уже. Так? Действительно, когда мы видим единый, согласный голос, их вот, что для нас является верным. Вот верное понимание Священного Писания, вот оно верное, когда мы видим у них. Вот верное понимание духовной жизни, когда мы видим, что они вот все, все говорят, вот что верно. И этим характеризуется православие, в отличие от всех других христианских конфессий. Этим верностью святоотеческому преданию. Можно сказать, ну, вот встречаются разногласия между святыми отцами, верно. Встречаются, конечно. Что же является истиной? Истиной является не одно, два, не один, два голоса отцов, два, три, отцов. А когда мы видим их целое, вот, целое, огромное количество, когда они говорят, тогда мы утверждаем, да, следовательно, это уже не их личное мнение, это не мнение, значит, а это то, что действительно им, как святым людям, открыто духом святым. вот наш фундамент. Вы знаете, это фундамент. Протестантизм отбросил это, и во что превратилось, рассыпались, как горох. Их сейчас десятки и сотни. Но, скажу, но другое, ладно, с протестантами понятно, а католики? Здесь произошла трагедия другого порядка. Если вы войдёте в любой католический монастырь, я когда входил, я спрашивал, у них стоят святые отцы. Кем вы руководствуетесь? Вот замечательно! Это нам такой урок, я не знаю. Да, святые отцы есть, древние, новые. Кем руководствуются? Франциско Массискин, Игнатием Лайёлой, Терезой Великой, Терезой Маленькой и так далее. Новыми святыми! Причём, какими святыми? Они даже не удосужились и боятся прикоснуться к тому, чтобы сопоставить опыт этих новых святых с тем, о чём учили вот эти все древние святые, скажу вам, первого тысячелетия, то есть, когда ещё была одна даже церковь, когда Рим был в составе православия, и боятся даже ещё бы, потому что всё то, чему начали учить эти новые святые, эти новые святые, это древними, древними, прям называлось прелестью, заблуждением, беснованием, вы слышите, как называлось-то? Это полное отступление от церкви эти святые. Действительно, если вы почитаете их, это подчас просто можно просто поразиться, чему они учат, о чём они говорят. Это просто поразительно! Ведь одни восторги, одни романы с кем? Со Христом. Не меньше. Одни видения, одни стигматы. Стигматы – это раны, которые появляются на теле у человека от представления о себе кровавых ран Христа. это чем-чем живут. Еще раз повторяю. В чём погрешил Рим? Он совершенно лишил слова, если хотите, о древне аскетическое наследие отцов. Все эти новые святые абсолютно не знают этих отцов. Просто совершенно их не знают. Понимаете, в чём дело? Просто не знают. Многие из них были просто полуграмотные. Другие, хотя и грамотные, но они древних отцов не читали. Монастыри руководствуются чем? Игнатием Лайолой и его духовными упражнениями. А у Франциска Асиски со своими стигматами это вообще верх совершенства. что случилось? Вы знаете, это колоссальный урок для современных православных христиан. Оказывается, оставив изучение опыта бесспорных святых, я подчёркиваю, бесспорных святых, оставив изучение их опыта, оставив их предупреждение относительно тех ошибок, которые могут быть в духовной жизни, может оказаться не один человек, не два и не десять, а вся церковь впасть в прелесть. Каким образом, вы скажете? А очень простым. Новые святые о них только и говорят, их только публикуют, их только и читают, их только и цитируют. И всё. И идёт так поколение и за поколением. Те так были, как были, те и остаются. Мы живём новыми святыми. Оказывается, важнейший вопрос и для нас сейчас, для нашей православной церкви, и для нас православных людей вопрос очень серьёзный. Оценивать новых подвижников с точки зрения вот этого бесспорного древнего аскетического опыта. Их с точки не этого опыта оценивать. Если их не оценивать, да если ещё начать говорить, а это его особый личный опыт, всё, наша церковь, я говорю, наша не только русская, вы не подумайте, только русская, православная церковь, она рухнет. Одним из критериев, на который может быть доступен каждому читающему сейчас. Можете взять, открываете, читаете одного, другой, третий. Святых отцов-подвижников совсем даже и не цитирует человек, у него, видимо, нет интереса. Странно, зато на каждой странице я, ко мне, обо мне и так далее. Ух, какой хороший критерий, я вам скажу. Также яркие критерии, если кого-то интересует, поделюсь своим опытом, если книги пишут монашествующий человек о духовной жизни, и если он нигде даже не упоминает имени святителя Игнатия Бринчанинова, всё, вопрос, это лакмусовая бумажка. Это лакмусовая. Всё сразу ясно, что это за человек. Это может быть очень хороший человек. Я говорю, имею в виду прямо одного, но не хочу даже называть. Я его сам знал, очень хороший, приятный, хороший человек, очень известнейший человек, много трудов полно. Нигде нет Игнатия Бринчанинова, но зато всюду на каждой странице два, три, пять раз я, я, я. Я предупреждаю, потому что мы иногда просто не обращаем внимания на это, тем более иногда вот этот ореол, ореол известности и славности подчас подавляет наше сознание. Будем осторожны! Целая гигантская церковь превратилась в церковь прелестную только по той причине, что оставила древние святоотеческие труды, в которых они действительно показали, что является действительно основой духовной жизни человека, при каком только условии этот человек может являться действительно христианином, а не лже-христианином. Приведу одну только цитату, которую я часто-часто привожу, и может даже вы её знаете наизусть, но не могу не привести просто. Воздаяние бывает, воздаяние, то есть царство Божие, достижение спасения, не добродетели и не труду ради неё. Как вам это нравится? Ужас! Ужас! Не добродетели и не труду ради неё. А что дальше? А рождающемуся от них смирению и если не будет такового, напрасны все труды, все добродетели. Мне кажется, вот это, вот эти слова святого Исаака Сирина великолепно изображают всю суть православной духовной жизни. Католики надеются на добренькие дела. Протестанты показывают всю эту свою социальную деятельность, где они там, кого что делают. Да разы мы не понимаем, что если мы творим эти, занимаемся этой деятельностью, а у нас нос растёт кверху, что проку тогда только в том случае наши добродетели, наши труды по приобретению добродетели приобретают смысл, спасительный смысл, а другого нам и не нужно. Только в том, если я увижу, что, оказывается, помог человеку я, и уже я чувствую, что я не такой, как прочие люди. Слышите? Как святитель Феофан и говорил, сам дрянь-дрянью, а всё твердит, я не такой, как прочие человечества. Слышите, оказывается, воздаяние будет ни добродетелей, ни труду самим по себе. Только тогда они приобретают ценность для души человеческой, когда показывают человеку, что ж ты, несчастный, дал копейку и уже нос задираешь кверху. Уже в храме готов повесить табличку золотую трудами такими-то, и батюшка тоже вместо того, чтобы спасти его душу, да, сказать, ни в коем случае, умоляю вас, не просите, чтобы никакой таблички, чтобы никто не знал, кто сделал этого. Да, есть человек, человек в результате этих трудов этой добродетели не смирится и не увидит, что, оказывается, все мои добродетели, все они испоганены, испачканы, все добро смешано со злом. Господи, только помилуй! Если он не смирится, то все пропадает пропадом! Видите, о чем говорит православие? Правда, интересно! Никаких заслуг, никаких воздаяний! Воздаяние бывает только одному – смирению, то есть осознанию своей греховности, пониманию, насколько я болен, и отсюда рождающемуся смирению и покаянию. Кстати, почему это так важно? Потому, что только из смирения и проистекает настоящая любовь к другому человеку. Когда я вижу, что я ничего доброго не могу сделать, у меня язык уже не повернётся осуждать другого человека, не повернётся. Когда я сам лицемер, как я могу судить другого лицемера? Стыдно же будет! Вот, оказывается, о чем мучает православие. Ну, хочу сказать ещё, может быть, последнее, что самый страшный враг, конечно, который на нас нападает и нам мешает, можно выразить его, назвать его таким словом – омерщение. Не дай Бог, если мы всю свою жизнь погрузим вот в эти одни только эти дела, если мы будем забывать о том, что не имеем здесь пребывающего града, как пишет апостол Павел, но ожидаем града небесного, мы должны не забывать об этом. никак нельзя забывать. И вот это омерщение – это ужасная вещь, суета, она не даёт человеку времени даже обратиться к Богу с молитвой. А как это важно! Хотя бы по вечерам, хотя бы здесь отвести хоть несколько минут с тем, чтобы вспомнить свой день и искренне перед Богом осознать и покаяться, осознать, не оправдываться, а осознать. Я опять возвращаюсь к тому, с чего начал. Православие очень простое. Спасение в наших действительно руках. Не надо ни о чём мечтать. Нет! Надо просто вот это делать. И тот человек, кто искренне будет обращаться к Богу с покаянием и с молитвой, тот получит и утешение, и радость, я вам скажу, и, конечно же, спасение. Это непременно. Да. Вопросы, которые поступали за это время, и кто-то ещё наверняка передаст, вот из них наиболее интересные. Присутствуют ли на этих так называемых форумах мира, о которых шла речь, иудаисты, и каково их отношение к происходящему в связи с тем, о чём мы сегодня говорили? Да, конечно, они там присутствуют. И я не говорил вам ничего, но в католической церкви идёт очень сильный, сильный процесс ярко выраженной иудаизации католической религии. Начиная с Иоанна 23-го, по-моему, с него, кажется, или Павла 6-го, я не помню, но, по крайней мере, все последующие папы все называют иудеев нашими старшими братьями. Вы понимаете, что это такое старший брат? Тот, кто заменяет отца, тот, за которым мы должны идти, тот, словам, которым мы должны верить и следовать им, старшими братьями. Более того, даже, по-моему, Бенедикт XVI, если не ошибаюсь, а, может быть, уже Франциск, ну, неважно, это один из последних пап, впервые он посетил, посетил, впервые в истории посетил римскую синагогу. Такого никогда не было. Дальше хочу сказать, например, в Базиле, столице Швейцарии, там есть теологический факультет университета, так вот, там деканом христианского теологического факультета назначен иудей, открытый иудей. Он сам с изумлением говорил об этом, да, и он является деканом христианского факультета. Но, может быть, самым показательным является это употребление сейчас уже термина, вошедшего в обиход всюду, во всех богословских собеседованиях, это термин иудео-христианство. Каждому человеку, конечно, вполне понятно, иудейство чем характеризуется? Оно сейчас имеет несколько ветвей, но характеризуется в целом чем? Что для иудейства Иисус Христос это лже-мессия. Всем же, понятно. Иудеи ждут своего мессию, того мессию, который по-христианской религии является антихрист. И вот теперь представьте себе, иудео-христианство, ну-ка, соедините, никто ничего понимать не может. И не сметь понимать, и не сметь критиковать. Что вы! На заповеди вы знаете, какая свобода? Есть вещи, о которых не сметь даже пикнуть. Об этой свободе сказал хорошо святой Исаак Сирин. Невежественная это, необузданная свобода, мать всех страстей, конец этой свободы, жестокое рабство. Замечательно! Так вот, оказывается, иудео-христианство. Как это может быть? Для иудеев же Христос лжемессия. Вот так! Не надо говорить, как это может быть. Речь идёт о факте. Я думаю, что и у нас этот термин должен обязательно войти. И как же? Он всюду входит и повсеместно войдёт. Но вы понимаете, что это такое? Это вовсе не обращение иудеев в христианство, а это обращение христиан. Христиан. Как раз на обращение куда? На почву Ветхого Завета. Христианство всё более деградирует в Ветхий Завет. Римские папы уже неоднократно говорили об очень интересных вещах. Ну, например, вот Бенедикт. Иудеи до сих пор остаются для нас священным корнем, из которого вышел Иисус. А, Иоанн 23-й первый назвал их старшим братом. И чтобы быть хорошим христианином, необходимо понимать иудейскую историю и традиции, так как у иудеев и христиан одни и те же корни. Впечатление такое, что совершенно не видят разницы между Христом и Антихристом. ещё раз повторяю вам, иудеи же, пожалуйста, спросите, вот здесь и здесь есть, даже если был бы кто-то, кого вы ждёте? Мессию. А Христос? Нет, Христос не Мессия. Если вы говорите, что Он Мессия, это лже, значит, Мессия. А как же тогда иудееву христианства? Ну, вот так. Вот так. Так что эта тенденция очень сильная. Она проявляет себя во множестве направлений и во множестве фактов, во множестве самым многочисленных фактов. Можно сказать именно одно, что идёт усиленная иудаизация западного христианства. Это относится как к католицизму, так и ко всем формам протестантизма. Вот так. В первые века после Рождества Христова подъём религиозной жизни в Египте. Подвижники веры преподобные Макарий, Антоний и другие об итоге исламизации Египта. В чём причина этой трагедии, а также и современного увлечения многих у нас в стране исламом? Причина, как всегда, одна и та же. А в чём причина революции 1917 года, не знаете? В чём причина? Наша русская православная церковь была великой церковью. Тысячи было храмов, монастырей, духовных школ. Не правда ли? А почитайте, пожалуйста, почитайте, что пишут наши святые о том, что было с нашей церковью. Мы, пожалуй, горькие слёзы прольём. Да и само отношение к церкви-то было какое? В 1862 году, например, митрополит Киевский Арсений прямо заявил, представьте себе, вот смелый человек был, что православная наша церковь находится в жестоком притеснении под видом лукавого попечения о ней. Как вам нравится? Если вы почитаете творение Игнатия Бринчнина, то увидите, с какой горечью он плачет, говорит о монастырях, о состоянии монашества, о состоянии духовенства, святитель Феофан даже говорит так, ещё одно, два поколения и православия у нас уже не будет. Вы слышите, какие вещи? Через полтора поколения революции 1917 года. А Ян Кронштадтский? Кровавыми слезами надо плакать о состоянии, духовном состоянии нашего народа. Вы только почитайте святых, что они говорят. Я думаю, что подобная же история в значительной степени наблюдалась и там. То же самое. То же самое. Всё не так просто. Дело в том, мы забываем, что основным законом жизни является духовное состояние, а не внешнее. Внешнее состояние – это очень непрочная вещь. А вот духовное состояние, оно говорит о многом. И очень возможно, что хотя были люди святые, были, но, видимо, общее духовное состояние народа, ведь есть же общее духовное состояние, есть же оно, есть, было таково, что повлекло за собой вот такие страшные катаклизмы. Это естественно. Естественный процесс. Когда мы накололись на гвоздь, то у нас начинается воспаление. Воспаление – это может оказаться местным и потом зажить, если мы примем меры. А может быть, заражение крови, которое окончится вообще гибелью. Так что духовное вот это иссякание, в смысле, иссякнуть, иссякание, да, оно является причиной. А уже какие там детали, вы знаете, это надо, конечно, разбираться. Я думаю, что без этого это можно было бы показать, показать с точки зрения исторических фактов, которых наверняка достаточно. – Каково ваше отношение к Данилу Андрееву и его книге «Роза мира»? – Мне подарила эту «Розу мира» его супруга. Я ей сказал своё мнение. Она ответила, «Ну, вы знаете, он же не знаком был с многими вещами и так далее». Ну, в общем, она его оправдывала. Ну, и то, ладно, хорошо, что не защищала, по крайней мере, те идеи, которые там в этой прекрасной «Розе» написаны. – Алексей Ильич, дайте, пожалуйста, характеристику старообрядцам. – Ну, вы знаете, это явления такого рода. Они, конечно, носители нашей русской культуры, которую Пётр I начал нещадно уничтожать. Именно культуры, я говорю. Культура, которая связана, конечно, с православием, как таковым. Вот. И в этом отношении старообрядчица, конечно, представляет из себя удивительное явление, потому что та сила духа, с которой они отстаивали, она просто поражает. Представьте, шли в изгнание в Сибирь, на север, какие страдания переносили. Вы знаете, просто можно преклониться, знаете, перед чем? Перед нашей русской душой. Какая же душа! Какая сила! Боже мой! Это поразительно! Какая сила! Вот. Они действительно носители нравственности той, которая была потом уничтожаема бесчадно тем же направлением, открытым Петром I. Вот. В чём их, так сказать, беда? А, пожалуй, это их беда в том же, в чём и беда патриарха Никона, с моей точки зрения. И для них буква оказалась слишком серьезным в религиозном плане, феноменом, так сказать, религии. Буква. То есть, в каком смысле? Они придали очень уж большое значение вот это скрупулёзное исполнение сохранения тех внешних форм религиозной жизни. Но ничуть не лучшее сделал Никон, патриарх, который стал требовать изменению этих же самых внешних форм только потому, что в Греции, видите ли, не так, как у нас. Что за нам за... Теперь-то что нам в Греции? Ну, ладно, когда-то мы взяли христианство, но мы благодарим и не забываем этого. Но причём здесь-то мы должны следовать Греции. По какой причине? Что случилось? Патриарх Никон пошёл по этому пути. И вот столкнулись эти два течения мощные. Но на стороне реформ, начатых патриархом Никоном, на стороне оказалось правительство. Старобрядцы оказались гонимыми. Но скажу вам прямо, если бы случилось наоборот, точно такому же гонению подверглись бы те, которых мы называем православными. Или Никониане. Точно было то же самое. Потому что близнецы и те, и другие за букву стояли насмерть. За букву. Вот в чём дело. Я говорю, это было в начале. Но насчёт дальше уже говорить трудно, потому что сами знаете, что старобрядье, что оно распалось, там есть явление и такого церковного порядка, который, например, у нас в Москве митрополит Корнилий. Я с ним лично знаком, очень приятный человек, да, который это и там и священство, как видите, и епископат, а есть даже беспоповцы. Представляете, дошли даже до этого. И, конечно, как всегда, мы же себя оправдываем. Но общая трагедия такова. Одна беда, одна и та же и у той, и у другой стороны буква. Буква. У одних это старая буква, неважно, что ошибка, что не ошибка, у других новая буква. Что это такое? Забыли, как Христос осуждал законников. Как Он осуждал, как Он говорит, горе вам, законники. Вот так. Так что, видите, это явление, явление очень такое показательное для нашей русской истории. Истории, я бы сказал, русской церкви. В чём было заблуждение Льва Толстого? В том, что Он себя и своё понимание Евангелия поставил выше всех. Вот, как Лютер. Точно! Это, знаете, один к одному. Вот то, что я вам читал, Лютера, вот, когда я не возношусь и не считаю себя лучше докторов и соборов, но я ставлю моего Христа выше всякой догмы и собора, один к одному к Льву Толстому. Прямо можно подписаться. Он бы мог спокойно подписаться под это. Вот это и есть его беда. На каком историческом этапе произошло выделение католицизма из христианства? Ну, я вам сказал, что война Рима против всех шла всю историю. Так, но оно особенно яркое. Это уже проявилось где-то в IX веке. Фактически уже тогда наступил разрыв. Но еще не окончательный, хотя фактически уже. А произошло уже, так сказать, юридически это в 1054 году, то есть в середине XI века. Вот так. Пожалуйста, скажите несколько слов о теории эволюции Чарльза Дарвина. Ну, уж теорию Дарвина рассматривать уже не будем. А насчет теории эволюции я просто всегда указываю на один и тот же изъян, о котором, к сожалению, не думают совсем, как я сколько раз убеждался, поклонники эволюционизма. Дело в том, что с чего начинается эволюция? С чего? С чего? С того, что вот этот вот песок, вот эта вот грязь, эта материя при каких-то условиях порождает жизнь. Так ведь? Так. Спрашиваю, вы когда-нибудь хотя бы один факт наблюдали такой? Нет. А почему говорите? Это научный факт или ваше предположение? Ну, так нам кажется. Я говорю, ну, перекреститесь. Нет, это не научный факт, понятно? А он является основополагающим для всей теории эволюции. Что дальше? Дальше посмотрим, а дальше там целый ряд таких несостыковок, что, боже мой, ну, например, происхождение человека остаётся загадкой и всё, пропасть между млекопитающим и человеком. Просто пропасть и всё. То есть, это, на самом деле, даже теорией назвать нельзя. Это не теория, это гипотеза в лучшем случае, а если точно говорить, то это мечтание. Вот так, мечтательное нечто, потому что очень влекает это, очень увлекает эта идея развития. Эволюцию мы в чём видим? Вот человек родился и до старости. Вот, это эволюция. Мы все наблюдаем. А это где? Нет данных, представляете? И самое главное, я вам говорю, что в основании этой теории лежит мыльный пузырь, а на нём дом не построишь. вот так. Каково отношение Русской Православной Церкви ко Вселенскому Патриарху и его экономической активности? Ой, ну, это сказать очень трудно, вы знаете ли, каково отношение. Скажу вам, что у нас отношения всегда с Константинополем очень натянутые. Очень натянутые. Главная причина в чём? В том, что Константинополь хочет стать папой для всех восточных церквей. Причём заявляют об этом открыто, а не как-нибудь. И это просто сущая беда. Ну, просто сущая беда. Например, Русская Церковь дала в 70-м году автокефалию своей части американской церкви. Нашей это. Мы основали всё. И что вы думаете? Что вы думаете? Константинополь до сих пор не признаёт её автокефалию. Это часть вашей церкви и всё. Мы говорим, почему? А потому что автокефалию можно давать только Константинополь. Спрашиваем, почему? А потому что Константинополь. Всё, вопрос окончен. Так что у нас отношения, я вам скажу, всегда натянуты, потому что более того, скажу, что единственная ещё русская церковь, которая может действительно серьёзно противостоять по пистским тенденциям Константинополя. Только мы. И если мы не русская церковь, то, мне кажется, все другие, они, во-первых, мелкие, мелкие так, и бессильные, Константинополь, я уверен, их бы подмял. Он это великолепно, это прекрасно понимает. У нас доходило уже даже одно же дело до разрыва евхаристического общения. Даже несколько месяцев у нас не было евхаристического общения. Ну, о причинах не хочу говорить сейчас. Даже доходило до этого. И вот сейчас при подготовке уже Всеправославного Собора не знаю, как оно будет, как себя поведёт Константинополь, но опять там, если там будет этот вопрос о том, кто же может даровать автокефалию и автономию, а он стоит, если он останется, то опять там я не знаю, к чему придут. Просто трудно. Трудно сказать, с какой стати действительно каждая церковь своей части может дать самостоятельность. Не правда ли? Правда. Константинополь говорит, нет, только я могу дать вашей части, вашей части я могу дать. Ну, подумайте так. Но это сущая беда. В общем, настоящий папизм. Как он увлекает действительно стремление к власти? Оказывается, властолюбие – это страшная страсть. Даже просто себе и представить не можешь, пока вот так не столкнёшься. Власть! Ой, ужас какой! Каковы аргументы протестантов, поддерживающих женское священство? Аргументы? первое, они говорят, что месть мужеский полный женский, что Пресвятая Дева оказалась выше даже всех мужчин. Потом они говорят, вы сами утверждаете, что есть равнопостольные. Апостолы по, так сказать, учению православной церкви, они носители как раз носители священства как такового. Вот так. Вот таковы их аргументы. Как вы относитесь к высказыванию Познера, что православие обрекает нас на отставание от стран, где исповедуют протестантизм и католицизм? Ну, дело в том, что мне кажется, что это просто человек уже говорит, ну, просто говорит, обосновать он этого никак не может. Ему так хочется, видимо, так утверждать. Мне кажется, что у него какое-то негативистское такое отношение к православию и поэтому говорит такие вещи. Алексей Ильич, не могу ли вы прокомментировать идею, высказывающуюся в нашей церкви о сокращении времени и о его сжатии в последние времена? Ой, ничего не знаю, ничего не понимаю. Вот так. всё это, знаете, вот такое вот сокращение. Ну, верно, все мы наблюдаем, что только год начался, уже кончился. Но ещё хуже. Только жизнь началась, уже, говорят, кончается. так что лучше о времени другой раз поговорим. После второго пришествия. какого, на ваш взгляд, духовное состояние России сегодня? Ну, вы знаете, тут можно говорить всё, что угодно, вы сами понимаете, потому что это необъятная область, даже не тема, а область такая необъятная. мне кажется, что самое печальное, что происходит, это омерщение, омерщение всё-таки церковного сознания. Мы сейчас очень увлекаемся, как мне кажется, да, вот такой внешней церковной деятельностью. И мне кажется, что наше монашество уже покидает монастыри уже в значительной степени. Покидает в каком смысле? Нет, нет, не в телесном, нет, нет, в монастырях находятся, не беспокойтесь, не беспокойтесь, да, да, но уже ведут в очень значительной степени мирской образ жизни. Я, по крайней мере, помню, в очень далёкие времена, о которых большинство из вас здесь сидящих даже и помнить не могут, потому что их не было на свете, чтобы встретить монаха в театре, вы что? Это немыслимо! А с балалайкой или гитарой в руках вы скажете, вы что, с ума сошли? Или участие в каком-то рок-концерте? Да. Вот так. Так что и вот это очень такое многоговорящее явление, мне кажется, что сейчас всё меньше внимания обращается на духовную сторону жизни. А она, эта духовная сторона жизни, требует и внешних правил. Это обязательно они нужны. Вот. Ну вот сейчас, конечно, этот процесс омерщения происходит. В какой-то степени на это повлияло экуменическое движение. Участие в нём, общение с протестантами, католиками и так далее. Особенно, если оно носит довольно частый характер, то оно налагает свой отпечаток. Уже там другой образ жизни наступает. вот так. Ну, я не могу говорить о некоторых деталях, просто это не стоит, не стоит. Но скажу вам, это, по-моему, самое опасное, что сейчас имеет место. Мы, христианство, всё больше начинаем рассматривать как некую внешнюю организацию, которая должна участвовать всюду. И в спорте, и в культуре, и я не знаю где, во всё и в политике. Мне кажется, это довольно опасное явление, очень опасное. Ещё Алексей Степанович Хомяков писал, если церковь начнёт участвовать в спорах об устрицах и булках, как он выразился, то она, конечно, потеряет своё доверие. Он очень остро так выразился, но сама идея его, конечно, понятна. Здесь надо быть очень осторожным. Мы же понимаем, что когда произносим слово религия, то наши глаза должны обратиться к небу. А если когда церковь основное внимание направит на проблемы вот этой земной жизни, именно на эти проблемы, и тем более начнёт активно участвовать в решении этих проблем, то есть большая опасность, что мы забудем самое главное. самое главное забудем. Самое главное. Не забыть бы, что мы всё-таки граждане того мира, а не этого. Здесь мы только странники. Странники. И представьте себе, когда человек где-то странствует, а остановился в гостинице, и вдруг все силы, все средства свои направит на то, чтобы этот номер, который сейчас у него оказался, обустроить наилучшим образом, и забыл про свой родной дом. Обустроил, кажется, ему говорят, обождите ваш срок, извините, всё, усиляетесь, усиляетесь, пора домой. Вот, вот это, мне кажется, очень серьёзное явление. Алексей был в Словакии в семинарии, в Словакии, я смотрю, там ребята занимаются спортом, всё, я ректора спрашиваю, ну, апостол у вас есть или нет? Почему я это спросил, я вам скажу. Дело в том, что там все священники католической цирки неженаты, они не могут жениться, или-или. Женился, ты уже не можешь быть священником, в отличие от нас. И вот здесь я смотрю, молодые ребята так всё занимаются спортом, я спрашиваю ректора, а пост у вас есть или нет? Он немножко замялся, но потом сказал, есть. Вот, например, Великий пост, он у них начинается в среду, не в понедельник, как у нас, а в среду. И эта среда называется у них традиционно пепельной средой. То есть, ну, знаете, когда-то в древности посыпали голову пеплом, когда объявляли пост. Так вот, он говорит, вот у нас в пепельную среду и в страстную пятницу у нас студенты едят один раз в день и без мяса. Я... Дайте оберьянке! Два дня! Один раз в день и без мяса! Да вы что? Это же немыслимо! Протестанты первым долгом, как только они организовались, первым долгом отменили посты. Ну, я надеюсь, вы все понимаете. Конечно, они Яна Лесевичника не читали, но у него 14-е слово замечательно звучит! О любезном для всех и лукавом владыке чреве. Вот так. Так что, протестанты сразу его исключили у католиков, это фактически произошло то же самое, никаких там постов нет. Хотя формально, вот видите, все-таки в страстную пятницу. Один раз без мяса. Уважаемый Алексей Ильич, каково ваше отношение к трудам протерея Александра Мения? Ну, дело вот в чем, что я вам скажу, неоднозначное. С одной стороны, у него очень большой материал, такой исторический материал, очень большой, действительно. И у него даже, он составил трехтомный словарь, тоже, тоже очень интересно. У него интересные исследования в области религий. И в этом плане его работы представляют интерес. Но, с другой стороны, у него там есть целый ряд высказываний, которые, конечно, никоим образом, так сказать, не могут быть приняты православным сознанием. Когда, например, он пишет, что мистики всего мира и всех народов, и он перечисляет мистиков и буддийских, и иудийских, и исламских, мистиков и православных вместе перечисляет и говорит, что все они, все они достигали одного и того же содержания одного и того же кого, которого даже трудно назвать Богом. Понимаете? Это, у него, эта мысль, она у него, так сказать, неоднократно встречается, она очень опасна. В каком смысле? Что, оказывается, он в одном ряду называет, допустим, мейстера Экхарта, отлучённого даже католической церкви, а не кого-нибудь, да, и каких-нибудь иудейских мистиков, и индуистских мистиков, так, и вместе тут же у него и Григорий Палама, и Дионисий Ариапагид. то есть оказывается, вы слышите, что оказывается? Оказывается, не важно, в какой религии, важно, что ты занимаешься вот какой-то аскезой и какими-то упражнениями аскетического порядка, и все, оказывается, они видят одну и ту же реальность. Это беда, сами понимаете, это беда, потому что и для иудеев, для которых Христос лжемессия, оказывается, открывается тот же Бог, и для Григория Паламы, который является великим святым, оказывается, один и тот же Бог. Он даже, он не понимает, и тут действительно, он не понимает о том, что такое духовная жизнь и на каких основах эта правильная жизнь строится. Я хотел с ним поговорить. Я уже как-то встретил его и сказал «Давайте поговорим, отец Александр». Я говорю «Потому что вы пишете такие вещи, я сказал ему». Говорит «Хорошо, но случилась трагедия, и нам не удалось с ним встретиться. Но эти вещи, конечно, это опасные». Так что видите, у него есть то и другое. – Вот последние три вопроса небольших. – Три? Я думал последний, а вы последние. – Вы просто много на вас в конечном времени сказали. – Ну да, я виноват, конечно. – Скажи, пожалуйста, как у католиков-протестантов приготавливаются к причастию? – Что? К причастию? А, очень просто. Очень просто. У протестантов я бы мог показать, но меня ругать будут. Я мог показать. Как у них тоже это называется месса. Месса, да. Как, ну, сидят, естественно, там, поют и, знаете, сидят, у меня человек в ногах вот так на ногу. Ну, я вам изобразил, конечно, но не буду, стол мешает. Как это нужно? Очень просто, да. Никаких, конечно, никакого поста там нет, никаких там правил до этого нет, а всё только сводится к тому, что на месте поются определённые там стихи, ну, нового, конечно, сочинения, эти стихи поются, они и являются подготовкой уже сейчас к причастии, и затем тут же причащаются. Но что мне нравится, что мне нравится, только никому не рассказывайте, что сначала они причащают народ, а потом причащаются сами. А у нас, вы знаете, вот говорю только, не рассказывайте, в некоторых, когда много священников, полчаса целых народ стоит, не знает, что делать, врата царские закрыты, завесы всё закрыты, что там делают батюшки, а они там, ну, я не скажу, что делают. Вот это уже, конечно, это, вот это мне не нравится. Но если вы кому расскажете, вы будете виноваты, не я. Алексей Ильич, скажите, пожалуйста, возможно ли для христиан йога как физическое упражнение? Ну, вы знаете, что какие-то, может быть, какие-то упражнения, они, может быть, и могут быть полезными, потому что йога, это всё-таки имеет колоссальную традицию, опыт, колоссальный опыт, и некоторые упражнения могут оказаться действительно полезными для тела, но только пока это касается только хатха-йоги, то есть, когда это касается только физических упражнений. Но есть большая всегда опасность, что тот человек, который предлагает сначала эти упражнения, он, он человек пытается, пытается, и, может быть, даже будет вводить и в мистическую сторону, и тогда, конечно, тогда это, ну, просто беда. Тогда всё это идёт, я не знаю, как говорят, насмарку все эти физические упражнения. А так, ну, почему же? Не только, я вам скажу, йога. У атеистов даже есть хорошие упражнения. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ